добрый день дорогие друзья с вами капля и мы говорим о свободе очень часто мне задают вопрос если вы говорите о том что христианин это раб христов то в чем же здесь свобода как можно быть рабом и быть свободным для того чтобы ответить на этот вопрос очень важно понимать одну очень серьезную библейскую истину христианство это не иерархические взаимоотношения знаете как с царем президентом чиновником там или там еще кем-то мы говорим о семье мы говорим о взаимоотношениях с иисусом которые не являются механическими это глубокие личные близкие взаимоотношения основанные на любви которую прежде всего бог показал к нам наша любовь является всего лишь откликом на его так вот когда мы с вами говорим о рабстве христу это мое отношение к богу который является верховным владыкой вселенной это я принимаю решение исполнять его волю это я решаю быть человеком который никогда не отступит от его правил всегда будет исполнять его заповеди но есть оборотная сторона то есть отношение христа ко мне и вот здесь если вы откроете библию вы обнаружите что он не относится к нам как рабам он относится к нам как друзьям он говорит что мы его братья он говорит что бог является нашим небесным отцом таким образом вот эта двойственность она накладывает да не просто отпечаток является основанием вот этих отношений раб и сын итак когда мы с вами будучи христианами становимся рабами иисуса христа когда мы посвящаем свою жизнь ему посудите сами когда мы с вами стали верующими когда мы услышали евангелие кому услышали что он отдал собственного сына на смерть для того чтобы мы могли жить то на мой взгляд нет другого адекватного ответа на эту любовь кроме как посвящение ему собственной жизни и когда мы это сделали мы приняли вот эту позицию рабов но его позиция позиция любящего отца позиция того кто отдал принес самую большую жертву она не изменилась и поэтому он предоставляет нам абсолютно полную свободу действия которую ограничиваем исключительно мы сами исходя из тех взаимоотношений которые мы с ним подстроили и